Кал страстей растет. Это выражено не только в том, что разные глобальные системы иногда начинают забоить, но и в том, что нам все сложнее и сложнее в этих больших насыщенных разговорах удерживать регламент. Однако мы будем стараться в него вписаться, несмотря на то, что нам сегодня предстоит снова очень и очень интересный разговор. Напомню, что форматы больших пленаров мы специально задумали как такие стартовые события, где мы даем два очень разных доклада. И эти два разных доклада как бы создают растяжку всего дня. Если вчера мы с вами погружались в такие контексты методологические, концептуальные, то сегодня мы специально взяли два больших интересных сообщения о очень конкретных и практичных вещах. И именно о них мы попробуем поговорить. Сегодня мы размышляем в целом о профессиональном развитии, о системе оценивания, а не того, как это может влиять на систему образования. У меня сегодня два чрезвычайно интересных спикера. Это Галина Будкова и это Елена Алексеевичева. Коллеги, мы сегодня с вами будем говорить о том, как профессионально развивается учитель, как устроена система оценивания, как устроены глобальные системы оценивания рейтингов. И в этом смысле мне хотелось бы начать с такого очень известного, значимого проекта, но при этом, который для многих, может быть, пока остается загадкой. Это проект, связанный с «Я профессионал». Галина, я прочитаю вашу тему, чтобы из эфируш, мне кажется, она чрезвычайно хорошо схватывает проблематику дня. Итак, тематика такая. Всероссийская олимпиада студентов «Я профессионал. Инструменты оценки профессиональных компетенций». Расскажите нам подробнее, как устроена механика, как происходит оценивание. Да, обязательно расскажу. Расскажу о Всероссийской олимпиаде студентов «Я профессионал» и о том, как происходит именно оценка профессиональных компетенций студентов, участников этой олимпиады по направлению «Специальное дефектологическое образование». Итак, олимпиада. Вообще, это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». И проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. И в 2022-2023 году прошел шестой сезон олимпиады. Наш Московский городской педагогический университет является вузом-организатором трех педагогических направлений. Это специальное дефектологическое образование, классный руководитель и педагогическое образование основное. Организатором направления «Специальное дефектологическое образование» является Институт специального образования и психологии совместно с Центром Олимпиад нашего университета. И цель этого направления – помочь талантливым студентам, будущим педагогам-дефектологам проявить себя и продолжить обучение в магистратуре для бакалавров, в аспирантуре для магистрантов или начать профессиональную карьеру в ведущих образовательных организациях нашей страны или в медицинских учреждениях, учреждениях социальной защиты. Надо сказать, что Олимпиада помогает формированию у участников направлений профессиональных компетенций и в области изучения, обучения, воспитания детей с отклонениями в развитии, и в том числе детей с инвалидностью. У нашего направления много вузов-соорганизаторов. Это ведущие вузы страны, в которых обучаются педагоги-дефектологи и специальные психологи. Вот здесь на слайде вы можете видеть название этих вузов. И надо сказать, что мы очень тесно сотрудничаем с вузами-соорганизаторами. Участниками Олимпиады являются студенты практически со всей территории нашей страны, от Балтики до Дальнего Востока. Студенты из 186 российских вузов приняли участие в шестом сезоне. Это студенты из восьми федеральных округов Российской Федерации, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый год растет число участников Олимпиады. Вот здесь на слайде вы видите, что растет число регистраций. Если в третьем сезоне регистрации было чуть больше трех тысяч, то сейчас уже больше восьми тысяч регистраций, то есть выросло почти в два раза. Число участников отборочного этапа тоже выросло почти в два раза с 1020 до 1980 в этом сезоне. Также выросло число участников полуфинала с 200 человек с небольшим до 462 в нашем шестом сезоне. И число участников финала в третьем сезоне было всего 45, в шестом сезоне 100. И надо сказать, что наши студенты, студенты Московского городского педагогического университета всегда активно участвуют в Олимпиаде. И вот здесь на слайде вы можете видеть медальный зачет наших студентов по трем сезонам. Каждый сезон наши студенты завоевывают медали. У нас была серебряная, бронзовая медаль в прошлом сезоне. И, наконец, в этом шестом сезоне наша студентка Светлана Кожухарь, это студентка третьего курса, будущий дошкольный дефектолог, завоевала золотую медаль. И надо сказать, что у Светланы есть все медали, виды медалей Олимпиады, потому что она начала свой путь в Олимпиаду с первого курса, завоевала серебряную медаль, потом бронзовую, и, наконец, в этом сезоне завоевала золото. Хочу сказать, что шестой сезон характеризовался несколькими инновациями. И основная инновация была в том, что впервые в шестом сезоне приняли участие в Олимпиаде магистранты. И, конечно, подготовка к участию магистрантов была очень длительная. Мы несколько лет готовили все документы для участия магистрантов, разрабатывали задания. И, наконец, вот это свершилось в этом сезоне. И еще одна инновация, так сказать, что финал по направлению специальное дефектологическое образование шестого сезона проводился очно, тоже впервые за три года. Проводился он на базе нашего университета, в корпусе на улице Маршала Тухачевского, дом 43. Надо сказать, что организационно это было очень непросто, но финал удался. И мы получили очень много теплых слов от участников финала. И наши модераторы, организаторы, эксперты, волонтеры получили благодарности от руководства университета. Я немножко расскажу о заданиях Олимпиады по разным этапам. Первый отборочный этап и на уровне магистратуры, и на уровне бакалавриата проводится в виде решения тестовых заданий на платформе Яндекс. Для уровня магистратуры задание распределяется по четырем блокам. Вы здесь можете видеть на слайде. Для уровня бакалавриата на пять блоков распределяются задания. И всего 25 заданий. Нами было разработано три комплекта боевых тестов для бакалавриата и три комплекта для магистратуры. То есть методическая комиссия разработала всего 150 тестовых заданий, которые были нацелены прежде всего на оценку знаний студентов. И надо сказать, что студенты, особенно это было видно на уровне бакалавриата, гораздо лучше решили тестовые задания в этом сезоне. То есть можно сделать вывод, что все-таки знания студентов растут. Задание заключительного этапа. Заключительный этап традиционно у нас представлен полуфиналом и финалом. Тоже уже получается нацеленный на оценку профессиональных компетенций. Если задание отборочного этапа это все-таки больше оценка знаний, то задание заключительного этапа нацелено на оценку уже компетенций студентов. И если мы рассмотрим задание полуфинала, то это решение кейсов. Кейсы решаются тоже на платформе Яндекс, загружены на платформу Яндекс.Контекст. И, собственно говоря, уже на уровне бакалавриата они позволяют реальные профессиональные компетенции оценить у студентов. Здесь кейсы для магистратуры и бакалавриата отличаются, конечно, по уровню сложности и в содержании кейсов, и в содержании вопросов, на которые нужно ответить студентам. Есть система оценивания задания, она разработана методическими комиссиями нашего направления. Эта система оценивания предусматривает несколько показателей. Вы здесь тоже их можете видеть на слайде. И надо сказать, что уже на уровне полуфинала задания оцениваются экспертами. Эксперты — это представители вузов-соорганизаторов, представители нашего вуза, представители других московских вузов и вузов из регионов страны, а также представители работодателей. Это очень компетентное жюри. У нас шесть докторов наук, очень много кандидатов наук и представителей лучших учреждений России. Здесь вы видите примеры заданий заключительного этапа для уровня магистратуры и бакалавриата. Это и те студенты, те участники, которые набрали определенное количество баллов, а максимальный балл за полуфинал — это 100, те приглашаются уже на участие в финал. Задания заключительного этапа на уровне финала и для магистратуры, и для бакалавриата разнятся. На уровне магистратуры происходит презентация итогов творческой, исследовательской, самостоятельной работы студентов, магистрантов. Они могут представить либо план-проспект исследования актуальных вопросов современной теории, специальной педагогики, либо представить проектную работу. Проект может быть исследовательский, практикоориентированный, информационный. На уровне бакалавриата представляется мастер-класс. Здесь уже задается направление профессиональной деятельности, но конкретной темы мастер-класса не задается, и участник может выбрать и категорию детей с ограниченными возможностями здоровья, и возраст детей самостоятельно. Таким образом, задание заключительного этапа на уровне бакалавриата позволяет оценить уже интегративные компетенции, а на уровне магистратуры реально сформированные профессиональные компетенции у магистрантов. Но надо сказать, что работа экспертов на уровне магистратуры более сложная, потому что магистры сами выбирают тему проекта и могут опираться уже на сформированные компетенции и на свой положительный опыт работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Ну а теперь, как происходит оценка компетенции участников. Хочу напомнить, что компетентностная модель подготовки педагога-дефектолога и на уровне бакалавриата, и на уровне магистратуры по федеральным стандартам высшего образования предполагает сформированность участников универсальных компетенций, общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций. А профессиональные компетенции формируются в соответствии с профессиональным стандартом. И, конечно, очень отрадно отметить, что наконец-то у нас есть свой профессиональный стандарт, который утвержден и вводится в действие с 1 сентября текущего года. Но даже несмотря на то, что стандарт еще не был утвержден, когда проходили этапы Олимпиады, Конечно, те компетенции, которые должны быть сформированы у педагога-дефектолога, обязательно учитывались во всех олимпиадных заданиях. Это компетенции в области диагностической работы, коррекционно-развивающей работы, в области консультирования семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья других участников образовательного процесса, это компетенции в области сопровождения ребенка и так далее. Если рассмотреть те профессиональные компетенции, которые заложены в заданиях на различных этапах, то, конечно, отборочный этап, как я уже сказала, предполагает в большей степени оценку знаний. И только несколько заданий в виде кейсов предполагают оценку базовых компетенций студентов, а задания уже полуфинала прямо нацелены на оценку компетенций бакалавров и магистров, а дифференциация по уровню сложности различается, как я уже сказала, и по уровню сложности вопросов. А финал предполагает уже самостоятельную работу участников, и здесь уже на уровне бакалавриата происходит оценка интегративных компетенций, и профессиональные компетенции магистров тоже оцениваются. Таким образом, все задания Олимпиады на каждом этапе учитывают сформированность компетенций у студентов. Какой же результат? Какие результаты показали наши студенты? Студенты не только нашего вуза, а студенты всех вузов нашей страны. Были компетенции, которые сформированы на высоком уровне. Это показали задания Олимпиады, это диагностическая компетенция, прежде всего, и компетенции в области коррекционно-развивающей работы. Надо отметить, что диагностическая компетенция все-таки сформирована лучше у студентов. Это касается и знаний студентов, и компетенций. Такие же компетенции хуже всего сформированы у студентов вузов, которые обучаются по направлению специальной дефектологической образования. Здесь было таких два проблемных поля. Это консультативная компетенция, и еще проблемное поле – это профессиональная ориентация подростков с ограниченными возможностями здоровья и сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья уже в среднем профессиональном образовании и профессиональном обучении. Надо сказать, что и на уровне бакалавриата, и на уровне магистратуры эта компетенция оказалась хуже всего сформированной. Таким образом, мы можем рассматривать Олимпиаду как инструмент оценки профессиональных компетенций. И делаем вывод, что у студентов в направлении специальное дефектологическое образование достаточно высокий уровень овладения знаниями. Таким образом, во всех университетах нашей страны, где обучают этих студентов, высокий уровень обучения. Заключительный этап показал сформированность профессиональных компетенций у студентов из различных вузов нашей страны, и, следовательно, результаты работы вузов по компетентностной модели. И надо сказать, что здесь есть проблемы, и нужно решать эти проблемы во всех вузах нашей страны. Ну и также итогом Олимпиады явилось определение вузов-лидеров по осуществлению компетентностной модели подготовки педагогов-дефектологов. И очень радостно, что наш университет сходит в число этих лидеров. Также в число лидеров входят Дагестанский педагогический университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Саратовский университет, Балтийский университет имени Эммануила Канта и некоторые другие. Ну и в конце своего выступления хочу отметить некие проблемные поля. Ну, во-первых, мы столкнулись с трудностями организационного порядка при проведении очного этапа Олимпиады. Не все участники Олимпиады смогли приехать из-за отсутствия финансирования. Также это касалось и экспертов, членов жюри. Особенно это касалось членов жюри, которые не являются работниками вузов, а представителями работодателей. Их просто с работы не отпустили. Поэтому здесь нужно, конечно, работать с вузами, с организаторами для того, чтобы найти механизмы поддержки и участников Олимпиады, и экспертов. Дальше вторым проблемным полем является то, что появились очень интересные проекты участников категории магистратуры. Эти проекты практикоориентированы, и нужно найти механизм продвижения этих проектов в практику. Потому что они могут быть использованы и в образовательных организациях, и в учреждениях соцзащиты, и медицинских учреждениях. Но если говорить еще о магистрантах, то нужно найти и какие-то реальные механизмы поощрения участия магистрантов в Олимпиаде. Потому что кроме медали практически их нет. Если бакалавры стремятся к участию в Олимпиаде, потому что у них есть преимущества для поступления в магистратуру, то магистранты имеют некие преимущества для поступления в аспирантуру. Но, во-первых, не все магистранты хотят учиться в аспирантуре. Также они могут получить доступ к карьерному порталу. Но, опять же, магистранты в основном все работают уже по специальности. Ну и, конечно, хочу отметить необходимость расширения пропаганды направления специальной дефектологической образования. Хотя поэтому в этом направлении уже очень многое делается и нашим центром Олимпиад, и самой ассоциацией. Но все-таки здесь нужно работать с региональными вузами, я считаю, и с вузами-соорганизаторами. Традиционно мы всегда берем интервью у медалистов Олимпиады. И надо сказать, что и золотой медалист Светлана Кужухарь, и серебряный медалист Екатерина Полосухина, они отметили, что Олимпиада для них является точкой роста. И что они хотят участвовать в Олимпиаде, хотят участвовать в образовательных мероприятиях Олимпиады, которых тоже очень много, они очень интересные, но заслуживают, конечно, отдельного разговора. Ну и в конце своего выступления я подготовила выводы. Разрешите, я зачитаю самый главный из них, что Всероссийская Олимпиада студентов «Я профессионал» является индикатором для выявления компетенций и творческого потенциала студентов и магистрантов, а также является одной из продуктивнейших форм взаимодействия вузов нашей страны. Спасибо за внимание. Николай, спасибо большое. Спасибо, что вы прямо нас погрузили внутрь этого механизма. И сегодня я почувствовал, что прямо изнутри посмотрел, как это устроено. У меня, знаете, такой немножко провокационный вопрос. Есть такое мнение, что вообще олимпиадный движение, олимпиадный формат, он довольно часто ставится задачей-таки довольно формальной. Достижение определенного высокого результата, высокого достижения. Фактически это спорт высоких достижений. И в этом смысле эта история очень специфическая, сложно масштабируемая. Вопрос начнет так. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, все-таки олимпиады, я профессионал, и подобные олимпиады, это история ради истории, олимпиада ради олимпиады, или это некоторый процесс, который дает что-то большее всем участникам, к примеру, не победителям? Что он превращивает в них? Можно вот такую вот самую эссенцию ответа? Я думаю, что все-таки олимпиада дает нечто большее, чем просто победу. Олимпиада дает новые навыки. Это очень важно. Это все отмечают участники, не только медалисты. И олимпиады — это еще и очень много образовательных мероприятий. Мы проводим вебинары, мастер-классы для наших участников, подготавливаем их к каждому этапу. Ну и, кроме того, образовательное мероприятие в этом году было грандиознейшее образовательное мероприятие, форум в центре Машук, где участвовали студенты нашего направления. Это 4D-образование называлось. Здесь очень много можно рассказать об этом форуме, но хочу только сказать, что уже итоги этого форума гремят по стране просто. Мне звонят из разных уголков страны, благодарят, а уже на следующий год хотят записываться. И, кстати говоря, растет число участников не только из-за того, что их там принуждают к участию в Олимпиаде. Нет, на самом деле студенты хотят этого, хотят не только посоревноваться, но и пообщаться с друг с другом, узнать что-то новое, как бы войти вот в это дефектологическое сообщество. Ведь оно очень долго было закрыто, туда вход был воспрещен многим. А сейчас оно открыло свои границы, и я думаю, что это очень важно для студентов, почувствовать себя все-таки настоящим дефектологом. Спасибо за этот ответ. Действительно чувствуется масштаб эффекта того события, который происходит. Мы сейчас с вами поговорили о том, какие существуют механизмы фактически оценивания студентов. Но понятно, что тема оценивания намного шире. И отдельный, интересный очень дискурс, это как же оценивать там образовательные организации. Елена, я обращаюсь к вам, тоже зачитаю название вашего доклада. Мне кажется, в нем есть такая интересная интрига, и может быть, вы поможете нам ее раскрыть. Попробую. Хорошая и или топовая школа взгляда участников образовательного процесса. Раскройте нам все секреты про это. Прежде чем приступить к раскрытию секретов, хотела бы отнестись к предыдущему докладу. Как вариант, защита ВКР досрочным магистрантам, может быть, это стало бы для них стимулом? И какие-то дополнительные баллы при участии в конкурсах профессионального мастерства? Потому что на площадках Москвы же есть как раз программа для учителей-дефектологов, и там тоже наши выпускники присутствуют, и не только наши, а других. Было бы, наверное, интересно. И это как раз про... Хотя нас пытались развести, да, очень... Такие полярные доклады представить. Это как раз о том, как на самом деле работает система образования. Ну, наверное, все-таки мой доклад в большей степени про московское образование. Да, у нас такие передовые техники оценивания. Но начну я, тем не менее, с исследований такого доковидного. Ранхикс проводила в 2018 году. Исследовались и позиции учителей, и представителей администрации. Ну, вот здесь то, как оценивают именно учителя успешности или неуспешности тех или иных участников образовательного процесса. И надо сказать, что с самокритикой пока не очень, да, все хорошо. По мнению большинства отвечавших в этом вопросе, как непарадоксально хвалят администрацию. Вот органы образования уже подвергаются критике. Ну, и как часто мы слышим, мешают, конечно же, процесс образования школьники и их родители еще в большей степени. Вот в ответах учителей это наглядно иллюстрирует. И еще один слайд из того исследования, просто для того, чтобы показать, да, вот какая общая ситуация в стране в целом. Это то, ради чего вот эти вовлеченные студенты, про которых мы только что слышали, потом становящиеся педагогами, приходят в школу. Ну, если честно, конечно, не очень радует ответ. И радует, что все-таки работа кажется интересной. Это второй по популярности ответ среди молодых педагогов. Но вот ожидание такого какого-то спокойного, удобного графика, я думаю, что в Москве точно разбивается в ближайшие там, не знаю, вот как только приходишь на первый педагогический совет, ты сразу понимаешь, что удобный график и спокойная жизнь это вообще не про образование. И очень жалко вот последние, да, три столбика про то, что вообще ничего не привлекает, почему они там оказываются, каким образом. Вот это та зона внимания, на которую, собственно, наверное, и стоит нам, работникам высшего образования в педагогической сфере, обращать внимание, да, почему у нас, собственно, так вот получается, что приходят учителя, которым, собственно, неинтересно в школе. И в Москве опять-таки, ну, все иначе, да, задачи взятые из государственной программы города Москвы, они повторяются, уже не первый год реализуются, ставятся новые индикаторы, и мы видим, что, ну, достаточно большое число проблем, даже не проблем, а направление развития, да, московского образования присутствует в государственной программе города. И это и доступность, и взаимодействие, и город как учебник, как ресурс, как площадка развития, и вовлечение разных участников образовательных отношений в процесс образования. Здесь все эти задачи не только поставлены, но на самом деле честно решаются. И решаются они, конечно же, за счет того целенаправленного воздействия, который в Москве учредитель через установки, через вот этих замечательных, я очень их люблю, им уже достаточно много тоже лет, три кита, Александр Борисович Молотков представлял их как-то в презентации, еще будучи заместителем министра. Но они не утратили своей актуальности, и, собственно, про этим трем китам и строится мое сегодняшнее сообщение. Формульность в московском образовании, это не про математику в чистом виде, это про финансы, про то, что каждый школьник, что будет обеспечить как раз эту вовлеченность и доступность образования, он представляет определенную и прям выраженную материальную ценность для школы. Рейтинг, как потом мы увидим, он интересен не только управлению образованием, но и семьям московским, но и процедура аттестации. Это достаточно такая тоже инновационная, разработанная в Москве процедура, которая потом стала транслироваться и по другим регионам в разных форматах. В Москве она претерпевает некоторые изменения. Ну вот по-разному относятся коллеги к необходимости доказывать свое право работать руководителем образовательной организации или заместителем по направлениям, но тем не менее это действительно дополнительный стимул. Еще раз посмотрите, а как там те самые показатели эффективности, которые надо отдать должное. В Москве очень структурированы, очень по полочкам. Если вот в том ранхикском исследовании было не совсем понятно, почему учителя решили, что у них все хорошо, а там вот родители или ученики не справляются с своими обязанностями участников образовательных отношений. И позиции именно рейтинга являются одним из тоже таких базовых ориентиров, которые уже семья задает себе, когда выбирает школу. Ну первый, конечно же, это доступность, причем доступность тоже трактуется по-разному. Для детей с АВЗ это одна история, для детей, которые уже становятся постарше, другая. Понятно, что для дошколят и младших школьников доступность должна быть в первую очередь транспортная, чтобы они могли доходить по-быстренькому, не опасно, в сопровождении взрослых, а потом самостоятельно. Ну а для кого-то доступность это, собственно, широкая палитра возможностей, которую дает школа и в основном, и в дополнительном образовании. Ну, позволило себе оставить в поступлении иконку нашего московского городского. Ну, на самом деле, не все, кстати, даже и про ВУЗ говорят сейчас семьи. Действительно, растет доля школьников, которые поступают в СПО, и мы это увидим потом в ответах. Не только как через ступенечку такую перешагнуть в ВУЗ, а действительно получить профессию, работать, получить самостоятельность и быть успешным. Ну, а рейтинги здесь разные. На самом деле, я взяла картинку из школы большого города, прям обложка вот этого нашего рейтинга в вклад. Но когда семьи московские смотрят, они не только вот официальный московский рейтинг вклада школы Москвы в качественное образование московских школьников рассматривают, ну и различные рейтинги, ранхиксовские, раексовские, в общем, все какие есть. И основное, что вот в этих рейтингах, это, конечно, такая как бы уже дальнейшая судьба школьника. Это куда поступил выпускник, насколько он стал конкурентоспособным по сравнению со своими сверстниками, ну и так далее, отдельные моменты. А вот рейтинг департамента образования и науки Москвы, он больше про то, как школа живет здесь и сейчас. Ну и немножечко о ее прошлом, потому что когда только стартовала вот эта процедура рейтингования школ, были некоторые, как раньше говорили, перегибы, связанные с тем, что школы, которые набирают себе учащихся в 10-е классы, в 7-е, в 8-е, они как бы собирали сливки лучших детей, которых, в общем-то, готовили не только они, а результаты учитывались уже у этой школы. Сейчас рейтинг каждый год пересматривается, меняется, какие-то элементы тестятся, находят свое место, какие-то остаются. Но основное, это, конечно же, качественное и доступное образование. И тут тоже были реплики со стороны резилиентных школ, школ, где там всего один корпус, такие еще так, единички, но остались. По Москве у нас, например, функционируют целых два дошкольных учреждения, которые ни с кем не объединены ресурсами. То есть таким, конечно, образовательным организациям тяжело попасть в рейтинг, потому что первое самое главное, это сколько же детей учатся. Но все остальное, это все-таки не про количество, а про качество. И про разные качества, и про доступность, и про подготовку талантов, и про широкий кругозор. Ну и то, что, собственно, заложено в аттестационной справке руководителя, о котором я тоже немножечко поговорю позже. То, как семьи остаются привязанными или уходят из образовательных организаций, это тоже показатель качества. Ну и динамика результатов тоже ценится. А теперь, собственно, про второй, вернее, первый кит у нас всплывает, формульность. И много говорили о том, эта формула не устаревает, что школу выбирают ногами. Пришли, проголосовали, принесли с собой деньги. Конечно, если вот со студентами разбираем эти таблицы, изучаем, и часто что-то слышишь такое, как из малыша и Карлсона, мама, какой я, в общем, дорогой, и цены для города, для департамента образования и науки. Если посчитать, то, в общем, в образование школьника, начиная еще с дошкольной ступени, вкладывается не один миллион в системе московского образования. И это тоже очень чувствуется, потому что, если сравнить формулы финансирования в других регионах, ну, тут, да, в общем, не буду приводить цифры, но больше, чем в два-три раза есть отличия. И, соответственно, если по каким-то причинам семья недовольна тем, что происходит, она не только уйдет из школы, но она, может быть, и будет там оставаться, она будет оставаться неактивно. А школам важно вот в этом формульном финансировании, там только 80% бюджета еще, получать дополнительные финансы за счет платных образовательных услуг, ну, или реализация за счет средств родителей программ дополнительного образования. Ну, мы уходим от этих вот платных образовательных, но в терминологии все-таки управленцев образования она пока еще, эта фраза осталась. И как, на что смотрят родители, когда выбирают платные образовательные услуги в том или ином учреждении? Вот здесь одна и та же анкета была для основного образования дополнительного. Это одно из исследований, которое проводилось и проводится еще совместно рядом структурных подразделений нашего московского городского, главным выступает Институт экономики, управления и права. И мы вот анализировали и пять сотен организаций основного образования, и 49 дополнительные, все наши колледжи и даже наш московский городской. И пытались понять, а собственно, что является основанием. Ну, радует, да, что все-таки по-прежнему качество людей на первом месте. Но есть и какие-то такие дополнительные элементы, которые разнятся у основного и дополнительного. Ну, в школе, вот видите, последняя строчка, для дополнительного образования это не актуально, они такие программы не реализуют, а для школы это очень важно. Отдал ребенка в 7.30 желательно и забыл до 18 примерно. Ну, на самом деле, конечно, смотрят и на качество, и на широту охвата, и на возможность реализации предпрофилей. В колледжах немножко другая ситуация. Ну, вот видите, там только порядка 12% рассматривают как поступление в ВУЗ. Да, все-таки широкие возможности, которые дает колледж. То есть я поступаю на одно направление, но платно готов взять другое, да, и стать более конкурентоспособным на рынке. И некоторые такие цифры, которые, ну, как иллюстрация, да, вот у нас не стали выделять среди образовательных организаций лидеров, да, там, чтобы не обидеть отстающих. Но если посмотреть по округам, где-то вот, ну, это скорее рейтинг округов, достатка семей, плотности населения, еще что-то. Но все-таки есть такие какие-то тренды, которые говорят о том, что вот в определенных округах внебюджетные поступления весьма и весьма серьезные. У организации основного образования, у дополнительного прям явный лидер, прям чешется с языка, но не буду говорить, какие там отличные организации, лично знакомы с некоторыми руководителями, и прям видно, почему там, да, у севера-запада все так хорошо. Но если говорить серьезно, то колледжи, они всегда немножечко, у них даже нормативы несколько иные, успешнее вот в этих платных образовательных услугах, потому что это уже более такой осознанный выбор, и не вопрос качества. И поэтому, когда управление, образовательная организация смотрит в ту или иную сторону, как подтянуть себя там, ну не обязательно только ради рейтинга, мы понимаем, что это внешняя оценка, у нас есть какие-то свои приоритеты, но выбирают нас, тем не менее, по рейтингам, и поэтому ориентируются на пять основных направлений, они синхронны с той, вот, например, аттестационной справкой, с которой выходят руководители, и с еще более широким по наполнению показателями оценки эффективности деятельности образовательной организации портфолио директора. Так вот, результаты, процессы, ресурсы, информация, и все это, конечно же, кадры. Ну это расхожая фраза, что кадры решают все, но это тем не менее. Вот даже в аттестационной справке по оценке эффективности управления ресурсами, это такая вот, да, самая первая вводная часть, которая показывает организацию лицом. А очень много именно про кадры. И человеческие ресурсы, это действительно такой локус внимания и администрация образовательных организаций, и департамент образования и науки Москвы, который постоянно мониторит эти показатели, и, собственно, ну, успешность школы определяется, руководителя образовательной организации определяется тем, насколько он подрос вот в этом рейтинге вклада в качественное образование, и насколько выросли показатели аттестационной справки. Какие-то оцениваются только по динамике, какие-то задаются прям конкретными показателями, которые нельзя не исполнять. Если раньше там по тому, платят ли всем педагогам и непедагогическим работникам ту сумму, которую рекомендует департамент, проценты выставляли, да, и чем ближе к стат, тем ты лучше, то сейчас либо да, либо нет. Вот хоть один человек у тебя не получил вот эти вот 84 тысячи, все, значит, управление не справилось. Сейчас на следующий год уже рассматриваются другие более высокие планки, и, соответственно, образовательным организациям нужно будет придумывать новые пути обеспечения вот этих вот результатов. И очень так прозрачно в городской матрице просматривается, что директор полностью зависит от того, как, собственно, получают у него педагоги, и от других вот этих вот двух китов, которые вне аттестации, а именно от рейтинга школы и от контингента, от главной компоненты формулы от числа учащихся. Чем больше школа, чем выше ее позиция в рейтинге, тем большим миллионером, вот тут говорили в университетах миллионеры, вполне себе директора тоже миллионеры, если они могут обеспечить высокое качественное образование. Некоторые даже отказываются от премии, потому что просто уже в миллиардеры готовы превратиться, направляют свои излишки в фонд оплаты труда сотрудников. И премия привязана к развитию именно дополнительного образования не случайно, потому что это серьезный от 10 и выше процентов источник финансирования, если так посчитать, сколько там детей. На самом деле бюджет образовательной организации сопоставим с бюджетом крупного образовательного, в принципе промышленного предприятия, да, и вполне себе такие же сложности с управлением. Соответственно, зарплаты всех сотрудников также выстраиваются в эту линейку в зависимости от позиции в рейтинге, от контингента. И есть такая некоторая иерархия, потому что это неправильно, когда сотрудники получают высшее руководство. То есть, ну как-то вот, да, должна быть. Но что показало исследование, про которое я уже говорила совместно, да, рядом с структурным подразделением, которое мы проводим в МГПУ? А вот не совсем понятно, каким образом вот эти вот 84 тысячи или 54 там непедагогическим обеспечиваются, потому что, ну, оставим непедагогов, вот учителя от 17 до почти сотни самая базовая компонента ученика-час. Причем нет каких-то таких вот, ну, понятно, что все в основном все-таки лежат в одном поле, есть какие-то вот случайные лидеры или аутсайдеры этого процесса, нет корреляции с тем, что школа в топе или нет. То есть, ты можешь достигать высоких образовательных результатов, ну, так сейчас, вот в последний год вообще практически все уравнялись. Если смотреть по округам, ну, вот да, тут, если нашим выпускникам советовать, вот идите туда, там чуть попроще, да, у тебя базовая часть больше, тебе меньше придется там чем-то добирать интенсивностью, чтобы достигать вот этих вот высоких зарплатных показателей. И по приросту, ну, здесь такое ощущение, что Тенау сначала поставили слишком высоко, не по сеньке шапку, потом поэтому отрицательная динамика. Здесь, к сожалению, мелко, но я надеюсь, презентации же наши будут доступны, и там можно насладиться и посмотреть, кому хуже всего живется, кому приходится там прям вот много чего компенсировать. Ну, и открою тайну, там самая тяжелая работа, которая требует высоких компенсационных доплат, это ассистент. Вот, ну, по пропорции, конечно, да, по выплатам самые, естественно, высокие стимулы и компенсации, стимулы в основном у руководства образовательных организаций. Так вот, выходим ли мы за счет вот этих вот показателей, пока только там акцентированных на оплате труда, на вот еще одну модель развития ученика, которую Александр Борисович Молотков в свое время представлял? А действительно сейчас школы перестали выбирать учеников? Действительно ли семья выбирает? И нужно ли будет в будущем вот выбирать? Или действительно мы сможем в одной образовательной организации получить именно то, что мы хотим? На самом деле сейчас вот откроешь сайт образовательной организации, и прям орденоносные бывают организации, где все предпрофильные проекты реализуются, где конкурсы профессионального мастерства, то есть ты прям видишь, что сюда придешь, ты можешь и медиком стать, и физиком, и лириком, в общем, и в медиа поработать. Но не все пока, да, и соответственно ряд других показателей аттестационной справки, он как раз на это направлен. Я детально останавливаться не буду, скажу только, что качество образования, оно через вот то, как успешно себя реализуют в школьнике во внешнем оценивании, и не расходится ли это с тем, как, собственно, школа оценивает. Таким образом, собственно, дается оценка и учителям. И то же самое про то, насколько успешен или не успешен тот или иной руководитель и в целом образовательная организация в развитии дополнительного образования. По идее, дети на улице не должны болтаться, поэтому все 100% должны быть охвачены. Но они у тебя или они в какой-то соседнем, как раз дополнительном образовании, организации получают вот эти, собственно, оставляют свои средства, если идут не за счет средств бюджета. Когда мы говорим о том, насколько важна составляющая для организации, как учителя влияют на образовательный процесс, ответ очевиден. Они первые, да, они в локусе внимания управленцев, они являются основанием выбора школы семьи, особенно в начальной школе, а для этого вот в московском образовании достаточно высокие требования. Вот мы говорили о сертификации в предметной области. Если у тебя нет на высоком или экспертном уровне ЕГЭ, то тебе в школе делать нечего. Ну и ряд других показателей, в том числе резерв подготовки кадров, травматизм, которого школы научились, в общем-то, избегать даже большие крупные холдинги. Это все то, что делает школу безопасной, востребованной семьями. Но не знаю, делает ли это система показателей, акцент, на который мы там давно пытаемся обратить внимание, реально ли меняется модель образования, уходим ли мы от конвейера и модульного человека к выращиванию сложного человека. Пока, мне кажется, все-таки мы только оттачиваем процессы эффективности на картинке слева, а то, что нам говорят фатурологи, ну вот через 300 лет, да, там новый университет мы будем планировать, наверное, тогда же и школы. Спасибо. Елена, спасибо. Вот я второе сообщение слушаю, с удовольствием просто погружусь в механику и фактуру деятельности. Но тоже хотел бы, в силу того, чтобы вы так хорошо, глубоко, профессионально копнули, задать вам тоже такой провокационный обывательский вопрос. Знаете, в обывательском представлении всякие системы оценения внешние, это как бы всех под одну гребенку. И в этом смысле не есть ли риска того, что подобная система, как бы, ну и их развитие, приведет к тому, что мы школы с очень, допустим, специфической культурой, например, школы Тубельского. Да, она... Мы потеряем. Вот как вам кажется, все-таки рейтинги не уничтожают ли субъектность, о которой говорили чуть раньше? Скорее соглашусь, здесь нет провокации. Они отвечают задачи всеобщего качественного образования. А ведь недаром из названия школ московского подчинения ушли лицеи, гимназии, ушло вот это дифференцированное финансирование. Всех пытаются на один уровень поставить. Получается ли именно таким движением, или пока мы все-таки вот на среднем уровне? Ну, надо сказать, что вот 179-я школа, в которой у меня младшая учится, она в одном корпусе живет, но она всегда в топе. Они находят возможности не за счет количества, а за счет качества своих выпускников. Ну, хотя там тоже есть определенные нюансы, о которых я говорила, как переманивание, например, при поступлении. И вот эта вот борьба за рейтинг, за то, чтобы быть в топе, она как раз отличает топовую школу от хорошей школы в представлении многих родителей. Это, собственно, та интрига, которая вот осталась за кадром выступления. Спасибо за вопрос, который позволил ее доуточнить. А все больше и больше семей, которые говорят, а мне не надо топ. Я вот спокойно, там, без напряга, без погони за олимпиадными достижениями, с очень хорошими учителями. И я думаю, что эти школы, которые про субъектность и про то, как ориентироваться на ребенка, на запросы семей, не всеобщего массового, вот такого индивидуального, они будут. И потому что запросы-то остаются вот на эту субъектность, и они даже, может быть, и ширятся в силу ковидных мероприятий, еще что-то. Мы как-то заглянули в себя и поняли, что, ну, как же хорошо быть успешным, здоровым и богатым, но можно как-то вот и про какие-то более высокие ценности говорить. Поэтому у таких школ есть будущее, но они просто вне рейтинга и вне поддержки, например, грантами, субсидиями за вклад в МЭШ или еще что-то. Там другие ценности, другие вклады. И, кстати, возможность привлечения инвестиций через эндаумент фонд или еще что-то, это все-таки осталось. Спасибо. Знаете, у нас остается совсем мало времени, буквально 4 минутки. Мне хотелось бы вас озадачить и каждому из спикеров обратить этот вопрос про то, что же будет системой оценивания вообще в будущем, вообще системой развития. Вот смотрите, мне кажется, как будто бы идет два параллельных процесса. Один процесс, когда мы говорим, что мы централизуем систему оценивания, вводим стандарты, ну, как бы хорошие стандарты, которые сдают общий контур для всех. И какая-то единая организация, какой-то единый центр собирает все эти системы оценивания. Или параллельный процесс, то возникает много альтернативных разных систем, разные по масштабу, которые предлагают свои системы, свои стандарты. Вот как вам кажется, что будет в будущем? Все-таки будет централизация и общая система оценивания для всех, хорошая, качественная. Или будет много вариативности, и мы будем много разных значков себе набирать. Калина, что вы думаете по этому поводу? Я за вариативность. Я за вариативность. Пусть будет общая система, стандарты обязательно нужны, и мы рады, что они есть. Но когда есть вариативность, тогда есть возможность творчества. И я думаю, это важно при обучении детей. И еще возможность индивидуализировать процесс. Это особенно важно для наших категорий детей. Спасибо. Елена, ваше слово. Я одной ногой же еще в финансах, аудите. Там мне очень как раз нравится эта система оценивания. Она изначально тоже строилась централизованно. Минфин руководил тем, кто и как развивается на этой профессиональной сфере аудита. А сейчас это делает независимая ассоциация сообщества профессионалов. Тоже долго шло укропнение. Вот она создалась. Это был достаточно длительный процесс. Он лет 20, наверное, занял. Но вот он состоялся. Мне кажется, что вот как раз через эту вариативность в профессионалах и через все-таки объединение на уровне профессионалов не совсем сверху. То есть мы, конечно, встаем на эту позицию эксперта. Вот как сейчас, да, приоритет нас ездит, оценивает. Но мы оттуда, да, и мы смотрим на своих коллег и можем учесть вот эти как раз индивидуальные особенности. Мне кажется, что все-таки государство, вот как это сделал, например, саудитам, если это отдаст в образование, ну, вот, достойное сообщество профессионалов, мне кажется, что-то такое получится. И централизованно, и с учетом вариантов. Ну, вот я прям хотел бы эту мысль прям вот схватить, вот эти две мысли, вариативность и доверие, то, что я слышал, давайте доверим экспертам, их зафиксировать. Мне кажется, в этом сила роста системы оценивания в стране и в мире в целом. Коллеги, мы, к сожалению, время исчерпали все свое. Давайте поблагодарим еще раз наших экспертов, которые чрезвычайно интересные два доклада представили. Мне кажется, мы сильно очень сильно нырнули. Не отключайтесь, большая конференция продолжается. Впереди еще очень-очень много интересного. Увидимся снова совсем скоро. Продолжение следует...